Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если в прессе спортсмены интересны в целом или в частности, пожалуйста, они к вашим услугам. Мы, если надо, тоже к вашим услугам. Ничего не забудут? Ну тогда предоставляю возможность Бату сказать все, что он думает по поводу этого турнира. Добрый день, дорогие друзья, дорогие, не побоюсь этого слова, героя предстоящего мероприятия. Потому что мы именно компания Five Nights и в том числе я, как любитель единоборств. Хочу сказать, что именно благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря тому, что вы заряжены на то, чтобы отстаивать честь нашей страны то ли на ринге, то ли восьмиугольники, клетки и так далее. И, скажем, вся эта структура, вся эта индустрия формируется вокруг вас. И, соответственно, наша задача сделать все для того, чтобы о том, что вы делаете, о ваших победах, знал как можно больше людей. И только тогда мы можем сказать, что Россия — это лидер в мире профессиональных единоборств. Поэтому завтра нас ожидает очень интересное событие, очень интересные поединки. Вот поэтому я всех приглашаю, призываю в этом поучаствовать, следить за этим, рассказывать об этом друзьям. Ну и, конечно же, не забывать самим заглядывать в спортивный зал. Спасибо. Друзья, хотелось бы ряд приятных моментов отметить. Во-первых, все больше в нашей файт-карте узнаваемых лиц. То есть это спортсмены, которые из мероприятия с определенной периодичностью появляются у нас в файт-карте. О чем это говорит? О том, что они оправдывают наши ожидания. Это самое главное. О том, что они уже полюбились зрителю. О том, что зритель в хорошем смысле слова их хочет. Также приятно, что мы второй раз подряд. И думаю, что еще дважды в этом году мы встретимся на площадке Государственного Центрального Концертного Зала России. Площадку мы успели за одно мероприятие полюбить. Она действительно себя оправдывает. Хорошая площадка для посещения. Хорошая площадка для телевизионного эфира. О телевизионном эфире вы, наверное, в курсе. Завтра он начнется в 22 часа 10 минут. Сразу после хоккея. Можем выйти в эфир раньше. Пока этого никто не знает. Позже точно не выйдем. Видимо, еще один участник подошел из конференции. В 20 часов мероприятие начнется. Что касается таймингов, где, когда и во сколько надо быть, то на все эти вопросы вам ответят представители соответствующих служб. Ну, если есть вопросы, давайте мы... Кстати, хотел бы сказать, что не присутствует Сергей Шанович на мероприятии. Но сегодня немножко занят. Завтра будет обязательно. Обычно он координирует всех, кто занимается съемкой, всю прессу. Сегодня этим может заняться Полина, так как у вас есть с ней непосредственный контакт. Также нет сегодня Сенгаджи Тарбаева. Но будет завтра. Будем надеяться, что нам завтра сильно поможет. Ну, самое главное, что все спортсмены приехали. Все приехали вовремя. Все живы-здоровы. Сейчас мы всех еще и застрахуем. Эта информация для спортсменов. Подходите, страхуйтесь. Если есть вопросы, давайте. Если нет, то переходим к процедуре взвешивания. Там я сразу 4 бразильца в кардио. Вот с чем связано обращение именно к бразильской, так скажем, методике соперничества. 4 бразильца многовато, Олег? Ну, я бы не сказал, что много. Их может быть и 9 по количеству поединков. Друг с другом они точно драться не было. Поэтому, может быть, столько же, сколько россиян. Их не четное количество. Четное, точнее, количество. Поэтому мы сразу отмели мысли о том, что это может быть какая-то командная встреча между россиянами и бразильцами. Но Бразилия одна из мег единоборств. Бразилия себя хорошо, комфортно чувствует в этом виде спорта. Поэтому, почему бы нет? Самое главное, конкуренция, конкурентные бои. Они готовы эту конкуренцию дать. Один из них уже участвовал у нас на турнире. Чарльз Андрадо хорошо себя проявил в свое время. Посмотрим, как проявят себя другие. Если будут смотреться хорошо, то я думаю, что это наш не последний опыт взаимодействия с ними. Тем более приятно, когда люди приезжают в команду. И, знаете, спортсмен один иногда может почувствовать себя брошенным. А здесь командная история. Он приехал, с ним три его соотечественника и еще шесть тренировок. Это уже целый тим. В конце концов, всегда же интересно на четной раз убедиться в том, что же лучше, наше самбо или бразильское джиу-джитс. Абсолютно. Поэтому вопрос и был задан, почему так много бразильцев. Вот вопрос за губы, как раз-таки касаемо Редуана Кайро. Не было ли проблемы с темнокожным спортсменом? Как себя вел чемпион? Как раз-таки в процессе пресс-конференции, переговоров, трансферов. Не было ли, ну, как-то, может быть, требователей более-менее? Да нет. Мы, кстати, в лице Редуана Кайро встретили очень такого благодарного слушателя, благодарного нам спортсмена, благодарного оппонента для нашего парня. И, ну, дальше все зависит от того, что он покажет в ринге. Мы надеемся, что он покажет все самое лучшее, что он знает. Я, в свою очередь, хочу сказать о Редуане, что человек точно знает, чего хочет, очень мотивирован, очень опасен и, соответственно, во всех отношениях он ведет себя как профессионал. И до ринга, во время ринга и после ринга. За это ему большой респект. Ну, что ж, друзья, на этом... А, еще вопрос. Давайте, скажите, пожалуйста... Я просто замечаю глаза в бразильце, который должен взвешиваться сейчас первым. Это все, что осталось от его лица сейчас. Завтра вечером заявлены бои как двухраундовые, так и трехраундовые в ММА. С чем это связано? Ну, скажем так, в апоге и вечер трехраундовые поединки. Техраундовые поединки у Шамиля Завурова либо Гаутинова. Не то, чтобы другие не заслужили трехраундовый бой, но у каждого боя всегда бывает разный статус. В конец файт-карта поставили поединки три раунда по пять минут, скажем так. Но Шамиль уже давно дерется только в этом формате. Али. Все предчемпионские и чемпионские бои у нас отныне будут три раунда по пять минут. Это радует. Нас тоже. Ну и вопрос еще вот как раз таки в договорку, в завершающий. В прошлый раз бойцы выходили под рэп-исполнители, то есть каждый рэп-исполнитель выводил бойца на тот или иной поединок. В этот раз, может быть, перейдем уже к рок-копере или, может быть, более классической музыке? Вы знаете, я все-таки не хотел бы анонсировать шоу-составляющие, иначе вы к ней просто потеряете интерес. А здесь сидит пятьдесят человек, которые, надеюсь, завтра будут, и для вас пускают такой сюрприз. Будет и рэп, и рок, и все тренды будут, скажем так. Если рэп популярен, почему бы не быть рэп-бород? Надеюсь, что скоро еще кто-то и запоет из наших спортсменов. Почему бы не рэп? Теперь, наверное, будет сложно в риге. И вы, кстати говоря, в последней тенденции мирового профессионального ММА склонны к тому, чтобы вносить некие изменения как раз-таки в площадку. Вот в Петербурге недавно мы все видели новую концепцию, вот этого самого ринга, назовем его так. Не планирует ли поэт-нэйдс переходить от формата ринга к клетке? И если да, то как скоро мы это можем увидеть? Ну, я бы переход к клетке не считал последней мировой тенденцией. Клетки уже пятнадцать лет назад перешли и успешно выступают. Вы знаете, у нас же все-таки фестиваль, поэтому мы в ринге. Бои по кикбоксингу могут проходить в ринге и только в ринге. Я думаю, что в ближайшем турнире, который пройдет у нас исключительно с поединками по правилам ММА или близким к ММА, мы попробуем к клетке. Я думаю, что мы это специально анонсируем, потому что для жизни каждой компании промоутерской это событие, переход к чему-то новому. В данном случае для нас установить клетку, это тоже как ни крути шаг вперед. Поэтому как только мы примем решение, что следующий формат будет только в режиме ММА, скажем так, или близкие правила, то это будет клетка. Я думаю, клетка не гибрид рингей клетки, как бы мы могли на это сделать. Нет, но личное право каждой промоутерской компании экспериментировать, эксперименты это хорошо, где-то они себя оправдывают, где-то, наверное, нет. Но для нас все-таки этот классический вариант с клеткой, который оправдал себя на протяжении последних 20 лет, почему бы нет. Главное, чтобы комфортно было спортсменам. Все наши спортсмены практически уже успели себя попробовать на всех возможных площадках, в том числе и мировых. Спросите у Мурата Мачава, если хотите сегодня где-то ему удобнее в клетке или в ринге. Так что милости просим, как в клетку, так и в ринге. Спасибо. Все, друзья, с вашего позволения переходим к процедуре взвешивания. Спасибо.